Послушайте, эта жизнь очень редкая. Мы слушали объяснение шлоки Лабха Судурлабхам Идам Бахусам Баванте, в которой говорится о том, что тело человека обретается благодаря необыкновенной удаче. Подобным образом в Бхагаватам содержится другая шлока с подобным содержанием Нидхам Адьям Судурлабхам Судурлабхам. Цитата. Послушайте внимательно. Объяснение, какое прекрасное значение этой шлоки Гриде Ха Адьям. Означает, что в этом мире есть 8 миллионов 400 видов тысяч жизней. Какая форма жизни является наивысшей? Это тело человека. И тело человека наиболее редко можно обрести. Не так-то просто сделать это. Даже полубоги, девоты, молятся о том, чтобы родиться людьми. А мы обрели такую благою удачу родиться людьми. Говорится, Гриде Ха Адьям. Как обретать тело человека? Сулабхам. Сулабхам означает «по большой удаче». Но упоминается не только Сулабхам. Дальше говорится Судурлабхам. То есть не так-то просто обрести тело человека. Как Господь дарует тело человека? Дета Иш винахэта санаги. Только по своей беспричинной милости Господь позволяет нам родиться людьми. Это не наша благая удача. То есть не мы заслужили. И что дальше нужно сделать, обретя тело человека? Тело человека подобно лодке, кораблю. Если мы хотим пересечь океан, то как мы это должны сделать? На ослике, на собачке? Нет, конечно. Не на свинке. Нужно подходящее средство для передвижения. То есть если мы хотим пересечь океан материальной жизни, нужно совершать баджан. Благодаря этому мы сможем освободиться из этого материального мира. Саднангама Мокши Каридвара. Человеческое тело подобно двери к освобождению. Мы скатались среди 8 миллионов 400 видов тысяч жизней. И сейчас обрели человеческое тело, которое подобно двери к освобождению. Если мы не используем это тело по назначению, не будем совершать баджан, что мы обретем? Если мы будем заниматься только обучением, работой, мирскими делами, но забудем о баджане, о духовной практике, все, что мы в конце обретем, будет подобно нулю. Ничего ценного с нами не останется. Поэтому тело человека предназначено для того, чтобы пересечь океан материальной жизни. Потому оно сравнивается с замечательным кораблем. Чтобы корабль плыл, нужен Кормчий, капитан, который задаст направление, куда будет плыть корабль. Таким Кормчим, капитаном является Садгуру, истинный духовный учитель. И также Майяна Кулиэна, важен ветер. Видели океан? Наверное, не видели. Люди что делают? Они натягивают парус. Благодаря парусу ветер помогает судну плыть. И тогда уже не нужно даже грести. Просто управлять, направлять, куда судно будет двигаться. Благодаря попутному ветру судно само будет двигаться в необходимом направлении. И милость Господа сравнивается с таким попутным ветром. И даже если мы всего лишь шаг сделаем навстречу Господу, Он сделает 10 шагов навстречу нам. Но если мы не делаем этот первый шаг, как же Господь сделает 10 шагов навстречу нам? Поэтому нужно повторять хорина, совершать баджи духовную практику. И тогда Господь поможет нам. Например, если кто-то упал в колодец, ему бросят веревку, чтобы он выбрался. Но тому, кто внизу, нужно схватиться за веревку, прилагать усилия, чтобы выбраться из колодца. Если он не схватится за веревку, как он выберется? Господь прикладывает множество усилий, чтобы одарить нас милостью. Но от нас зависит, будем ли мы совершать духовную практику, повторять хорина. Господь готов дать нам благоприятный ветер. Но мы должны тоже совершать духовную практику. Господь даровал нам тело человека. Необычное тело. Но мы зачастую не понимаем ценности этого тела, которое даровал нам Господь. А чтобы это пояснить, я расскажу следующую историю. Один человек решил покончить жизнь самоубийством. Он думал, ну что, жизнь не ладится, Господь ничего мне не дает. И Бог тогда появился перед ним в теле Санху, святого. Человек сказал, что хочет покончить жизнь самоубийством, потому что Господь не помогает, ему ничего не дал. Как, ничего не дал? Да, конечно, ничего не дал. Не дашь, если это золото, дотрагиваюсь, оно превращается в песок. Ну, то есть образ, символизирующий, что все из рук валится, ничего не получается. И тогда Санху сказал, Если я заплачу тебе 500 тысяч, ты мне свою руку отдашь? Как, не отдам, конечно, как я тебе руку отдам? Господь сколько нам рук дал? Две, на случай, если с одной что-то случится, чтобы мы смогли использовать другую. То есть бесплатно. Мы не платили Господу 500 тысяч за то, чтобы обрести хотя бы одну руку. А у нас целых две руки, уже на 100 тысяч. А Господь в облике Санху продолжал спрашивать человека. А глаз свой отдашь? Нет, конечно, я дам мне свой глаз. А Господь бесплатно дал два глаза, чтобы если с одним глазом будут проблемы, мы смогли смотреть вторым глазом. А ногу отдашь свою, спросил Господь в облике Санху. Нет, не отдам. А Господь нам дал не одну ногу, а две ноги. И бесплатно. Господь нам дал такое ценное тело. Если мы посчитаем, сколько стоит каждая часть нашего тела, каждый орган, мы поразимся. Господь бесплатно нам это дар. Господь даровал нам это ценнейшее тело человека. Но мы позабыли о нем и погрузились в свои мирские заботы. Хотя в материальном мире что мы встречаем? Только порицания. Весь день мы стараемся, работаем, чтобы снаряжать жену, детей. Но что за спиной вас осуждает? То есть вы стараетесь, прикладываете усилия, чтобы порадовать других в этом мире, однако не встречаете понимания. Люди только осуждают вас. Они не испытывают благодарность за то, что вы по отношению к ним делаете. Не похвалят вас. Пример даже моей жизни. Нас в семье было пятеро братьев. И наша семья была самой богатой во всей деревне. У нас был самый большой сад, где было множество кокосов, манго. Мы могли просто накормить всю деревню, настолько более состоятельным. В этом мире, как обычно бывает, когда начинают делить имущество, все ссорятся. Так же произошло и в моей семье. Когда родители уже были в преклонном возрасте, братья начали ругаться из-за этого огромного состояния, ведь мы были самыми богатыми. То есть хотя отец прикладывал множество усилий, чтобы прокормить семью, чтобы все жили в достатке, братья по сути этого не ценили. Они ругались из-за состояния. Таков материальный мир. Вы стараетесь ради других. Однако что обретаете? Ничего. Дараупадзе, когда была в беде, кто ей помог? Ее пять мужей? Пандавов? Нет. Старшая? Бишна Питамаха. Помог ей? Нет. Кто пришел к ней на помощь? Морлевали. То есть только Кришна пришел к ней на помощь и спас ее. Поэтому если вы хотите что-то сделать для кого-то, то сделайте это для Господа. Ведь Он вам все дал. Как вы будете стараться для других в этом мире, ничего вы в конце не обретете. Старайтесь для Господа. Поэтому сурдасы напоминает, что Господь дал нам все, а мы забыли его, не ценим и не благодарим. Все делаем только для материальных ценностей. Это гуру Карнангаром Маяна Кулина. Цитата далее, Шлоки. Господь говорит, я столько усилий приложил ради тебя. Я дал тебе тело человека. Я дал тебе встречу с истинным гуру. Я дал тебе садсадху, общение со святыми. Я такую милость на тебя пролил. Если после этого ты не стараешься выбраться из материального мира, то Господь говорит, ты похож на самоубийцу, на убийцу собственной души. Ведь даже после всего того, что я для тебя сделал, ты по-прежнему не совершаешь духовную практику. Когда человек оставляет тело, если он грешник, его о чем спрашивает Ямараш? Он не спрашивает о том, сколько у тебя детей, сколько ты денег заработал, какое состояние. Никого это не интересует. Спросят только о том, получив тело человека редчайшее спустя 8 миллионов 400 видов тысяч жизней. Совершал ли ты духовную практику? Повторял имя Господа? Только об этом будут спрашивать. Занимался ли ты духовной практикой? Никого не будет интересовать, когда вы оставите тело, какие у вас материальные достояния есть, чего вы добились мирского. Когда человек покидает этот мир, его тело несут. Четыре человека что говорят? Рам нам сатяхе, копал нам сатяхе. Только имя Господа является истиной. Все остальное, по сути, обман. Вы даже иголку с собой не возьмете из этого мира. Поэтому, чему посвятите свою жизнь? Харинаму, духовную практику. Не тратьте время. С утра вставайте. Можете миллионы своих дел задвинуть. И что делаете? В первую очередь, повторяйте Харинаму. Совершайте бачан, посвященный Господу. А потом уже делайте свои мирские дела. Но делайте их в настроении служения Господу. Но сначала, с самого утра, повторяйте имя Господа. Кабердац говорит, что все боятся смерти, однако я испытываю ананду, блаженство. Почему? Сейчас, во время коронавируса, люди, многие оставили тело, боятся. Но в этом стихе говорится, я не боюсь смерти. Почему? Потому что я знаю, что проживаю эту жизнь должным образом. Я повторял святое имя, поэтому мне уготовано счастливое будущее. Меня ждут в обители Господа. Поэтому я не боюсь. Чего мне бояться? Я совершал бачан, посвятил свою жизнь духовной практике, поэтому отправлюсь к Господу потом. Поэтому повторяйте, пожалуйста, святое имя и старайтесь каждый день, как сегодня, приходить и слушать Харикатхо. Потому что, когда вы слушаете Харикатхо, ваше умо-настроение меняется. А иначе как вы изменитесь, если не будете слушать по-духовному? Да. Ажи кей-анэндэкхи... Да. Продолжение следует...